Всем привет и спасибо, что вернулись в криптовселенную. Сегодня мы поговорим с вами о биткоине и посмотрим на прибыли, которые образовывались в годы перед халвингом. Я постараюсь сделать видео коротким, так как получаю обратную связь о том, что мои видео в последнее время длинные. И надо признаться, что иногда меня уносят. Кстати, если вам нравится мой контент, обязательно подпишитесь на канал, поставьте под видео лайк и обязательно посмотрите распродажу на сайте intothecryptoverse.com. Мы с вами часто насмотрим на такие вещи, как сезональность. Это мы проделываем с фондовыми рынками. И нужно сказать, что на одной сезональности мы бы далеко не уехали, так как определенно она не подчиняется структурированным законам внутри каждого цикла. Но что мы можем сделать в этом предшествующем халвингу году, посчитав возврат вложенных инвестиций за 2023 год? Мы можем сделать следующее упражнение, взяв среднее за два последних предшествующих халвингу года. Также мы знаем, что начало этого года не очень-то хорошо соответствовало предыдущим результатам, однако же довольно неплохо вписывалось в общую картину, начиная с середины года, точнее с 165 дня. Вы можете сами увидеть, что с этого периода мы оставались более-менее внутри данного диапазона, посчитанное на основании среднего значения за предыдущие два года предшествующих халвингу. Еще один важный момент, который следует помнить, что даже в предшествующем халвингу 2019 году мы как бы достигли вершины в летний период. Теперь позвольте я выключу среднее значение. Итак, мы достигли вершину летом, но при этом в 2019 было гораздо больше волатильности, очень значительный объем волатильности. И, по сути, в текущем цикле, вот в этом диапазоне, мы видим, что едва ли что происходило, по сравнению с тем, что мы видели в 2019. В 2019 биткоин устремился в диапазон к 30 тысячам, 31 в апреле этого года, и с того момента особо никуда от этого уровня не отходил. В то время как в 2019 году мы поднялись значительно выше, при этом даже в 2019 у нас была вершина в июне, затем нисходящий верх в июле, после чего мы начали скатываться ниже. Но интересно здесь то, что у нас было значительное резкое движение вверх, примерно в это же время, в 2019. Если мы возьмем среднее значение с 2015 годом, то получится примерно это. Среднее значение за эти два предыдущих года, среднее значение будет около 1,88х на момент открытия 308 дня. А в настоящий момент у нас 294 день, даже 295 день, с коэффициентом 1,8х. не так уж и отличается от того, что мы видели ранее. Хочу еще раз вам это напомнить. Опять же, это не то, что вы можете обналичить и отнести в банк. Но должен сказать, что если вы посмотрите на 2022 год медвежьего рынка и возьмете среднее за 2014 и 2018, то заметите, что год 2022 буквально показал совпадение с двумя предыдущими годами бычьих рынков. То есть плюс-минус следовал за этим средним значением. Таким образом, позвольте мне допустить, что, вероятно, среднее за 2015 и 2019 годы может быть уместным совпадением с текущим годом перед Холлингом. И пока мы эти совпадения видим. Да, хотя движение с начала года было лучшее в 2023, нежели на этих средних. Но если предположить, что это движение вниз, которое здесь образовалось в 2015 за несколько недель, если мы сместим вот этот низ вот сюда, то можно представить, что это будет похоже на это изначальное движение, которое образовалось по этим низам. В любом случае, я считаю важным посмотреть на эту информацию. Отчетливо помню, как в 2019 я очень радовался этим движением. Причем после этого до конца года мы так никуда и не ушли. Мы болтались в этом диапазоне все оставшееся время. А затем в 2020 произошло то, что мы получили некое подобие ралли, после чего у нас была рецессия, затем ФРС начала политику смягчения, процентная ставка начала сокращаться, после чего биткоин взлетел. И я думаю, что это интересная точка зрения. И перед тем, как мы закончим, я хочу быстро вам показать то, как это выглядит для эфира. Хотя, конечно же, у нас столько данных по эфиру нет. Мы можем сравнить то, что происходило в 2023 с 2019, и убедиться, что сейчас у нас не происходит значительно отличающаяся картина по сравнению с тем, что было в 2019, то, где мы сейчас с вами в 2023. Также вы видите, по мере того, как у нас остается конец года, эфир, в общем-то, продолжал свое движение вниз. И одна из вещей, о которой мы говорили ранее, заключается в том, что есть вероятность того, что биткоин хоть и закрыл год выше открытия начала года, у эфира это не вышло. И один из уроков, который мы получили в 2019 году, заключался в том, что биткоин закрыл год выше своего открытия, а эфир закрыл год ниже своего открытия, что стало одной из причин роста доминации биткоина. Аналогично вы можете посмотреть и на другие активы, скажем, Ада, Кардано, и сравнить 2023 год с 2019. Здесь тоже картина не так уж и отличается. У Ада даже получилось сделать какое-то движение. В нашем последнем видео про Ада мы сказали, что она может взять и показать подобные движения, но это ничего не значит. Нам нужно дождаться конца года для того, чтобы посмотреть, к чему мы придем, и тогда мы сможем сказать, отыграла ли модель для 2023. Ребята, если вам нравится этот контент, обязательно подпишитесь, поставьте под видео лайк. Это маленькая благодарочка за наши старания. До встречи, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин